Студенты Коголымского политехнического колледжа показали достойный результат. Сказалась интенсивная подготовка. В учебных мастерских участники конкурса проводили по несколько часов ежедневно, совмещая отработку упражнений с основной учебой. Стандарты WorldSkills это бренд качества. Поэтому можно сравнивать прошлый год, позапрошлый год, но у нас каждый год он особенный. В этом году очень много ребят участвовали впервые. Поэтому, конечно, результаты те, которые мы имеем сегодня, для нас это показательные. 29 компетенций, на самом деле, в разных сферах. Это очень хорошо, потому что все на месте не стоит, все развивается. Студенты второго курса Владимир Середа и Умар Паша Аджантов дебютировали в компетенции промышленная автоматика. Хотя они и были самые младшие, это обстоятельство парней не смутило. Результат – два третьих места. И вообще автоматика – это наше будущее, потому что сейчас почти все автоматизируется, как-то механизируется так, чтобы человек не участвовал в этом. И, скорее всего, в дальнейшем это будет одна из самых востребованных профессий. Это очень хороший опыт для себя и в будущем очень хорошо поможет. Думаю, что промышленная автоматика – это, можно сказать, компетенция будущего. Будет очень хорошо, если развивать эту компетенцию. В копилке коголымских студентов еще две бронзовые награды – в компетенции выпечка осетинских пирогов у Валерии Тольчук и кондитерское дело у Богдана Черкасова. Также бронзой отметился Дмитрий Абайдулин. Он онлайн участвовал в пятом чемпионате Югры «Обилимпикс», который проводился среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в номинации «Дошкольное воспитание». Я понял для себя, что да, я хочу этим заниматься и даже попробую в следующем году получить золото. В данной компетенции «Дошкольное воспитание на уровне региона» именно в «Обилимпиксе» мы участвовали первый раз и волновались, надеялись на победу и прилагали максимум усилий. Конечно, то, что сам чемпионат проходил в стенах родного учреждения, нам помогло. Помогли родные стены и Александру Филюк. Компетенция «Добыча нефти и газа» в этом году проводилась на базе Коголымского политеха. Хотя, как признается Александр, вопрос о победителе был открыт. Тем не менее, Филюк – чемпион. Стоит отметить, что Коголымчане уже пятый раз подряд лидируют в этой номинации. Все были абсолютно на равных условиях. Ребята сильные приехали. И был даже парень, который уже участвовал в прошлом году. У него было больше опыта. Честно говоря, я думал, что он займет первое место. Ну, так как результаты были неизвестны, он был более подготовлен, потому что он уже участвовал один раз. В 2020-м впервые проводилась компетенция «Сантехника и отопление». Честь Коголыма отставил первокурсник Виктор Петренко. Результат – первое место. В первые дни было довольно волнительно. Все волновались, никто ничего не понимал, как делать. Хотя, казалось бы, уже все отработали. Все уже все знали примерно. Соперники были, очевидно, сильнее меня. Но я оказался все-таки чуть-чуть лучше. Виктор Петренко и Александр Филюк вошли в состав сборной игры и будут представлять команду округа на национальном чемпионате. Награды студентов – это еще и результат работы педагогов в развитии качества подготовки, что определяет рейтинговую позицию в рамках субъекта Ханты-Мансийского автономного округа. Сергей Ефимцев, Николай Горкуша. Специально для новостей. Субтитры создавал DimaTorzok